Субтитры создавал DimaTorzok А всё-таки, когда мы говорим о религии, называем её основные истины, основные положения, как говорят часто, религиозного сознания, то здесь, естественно, всегда возникает внутренняя необходимость, если хотите, и интеллектуальная необходимость сказать о сущности религии. Да, каждая из этих истин – верно, они являются необходимым условием, чтобы это мировоззрение именовалось религиозным. Ну а что такое сущность? В чём её сущность, этой религии? Вы знаете, тут есть положения, которые являются общими, но это не столь важно, как, мне кажется, для нас с вами, хотя это нужно знать. Общие положения какие? Нет религии без того, что соответствует даже её этимологическому смыслу, смыслу этого слова. То есть религия как связь, как возможность соединения Духа человеческого с Духом Божьим. Вот я говорю такую фразу – соединение Духа человеческого с Духом Божьим. И это может звучать, знаете, как какая-то абстракция, за которой неизвестно, что стоит. На самом деле, я хочу обратить внимание, это именно так. И чтобы лучше это понять, то приведу такой пример. Вы знаете, как иногда с некоторыми людьми мы прям соединяемся. Какая-то устанавливается душевная близость, если хотите, духовное родство. А с другим человеком это не получается. Он или какой-то чужой, чуждый мне, очень далёкий, вообще посторонний, и к нему душа моя никак не лежит. Так вот, оказывается, духовное единение имеет место даже в нашем межчеловеческом общении. Вот точно такого же рода по этому образу и подобию мы можем говорить и о возможности единения Духа человеческого с Духом Божьим. И вот здесь-то придётся нам пока просто наметить, сказать, потом будем специально, может быть, рассматривать, о том, что это единение при каком условии происходит? При условии подобия свойств. Как между людьми, когда говорят, то каким образом сходятся люди? У них есть некая общность, духовная именно общность. Они это очень хорошо ощущают, соединяются. Иногда даже так соединяются, даже в брак вступают, представляете? Хотя, как известно, слово «брак» хорошим не назовёшь, брак и есть брак, нельзя же всё портить. Говорят, бракованные вещи, ну куда это годится? Но даже и такое бывает, даже в брак вступают. Так вот, оказывается, это единение происходит только при условии, что у данного человека с другим человеком есть вот это некое внутреннее духовное родство, сходство, если хотите, подчас тождество, общность. Ну, много тут русских слов, которые можно употребить для обозначения этого факта. Так вот, когда мы говорим и о сущности религии, то здесь мы видим две стороны. Одна из этих сторон носит чисто интеллектуальный характер. И вот мы с вами в прошлый раз перечисляли целый ряд истин, без которых нет религии. Это чисто умовое, как говорил святитель Феофан Говоров, понимание сущностей, которые, если хотите, даже и может не затрагивать нашу душу. Я знаю и я согласен, что эти истины должны быть. Я согласен. В этом смысле я верю. Ну, есть они, но нет они. А моей душе это может совершенно не касаться. И совсем другое дело. Иная сторона религии, именно которой касается уже содержания духа человеческого, вот здесь-то и осуществляется религия. Когда дух человеческий становится в большей или меньшей степени, но всё-таки подобным духу Божьему, а Бог и есть дух, становится, то есть, подобным Богу, вот тогда и начинается связь. Слышите, когда начинается связь? При подобии человеческого духа Божьему. Тогда только начинается связь. То есть, тогда только начинается религия в человеке. Уже не как мировоззрение, не как что-то, независимо от меня, существующее, а именно начинается моя личная связь с Богом. Тогда начинается религия. Но вы же понимаете, что мы уже с вами говорили, ну, ещё как-нибудь, может быть, поговорим, о том, что в каждой религии это свой Бог. Не один Бог во всех религиях, а в каждой религии свой Бог. Вопрос – как? Множество богов? Нет! Объективно, скажем так, Бог-то, конечно, один, но в каждой религии свой, своё понимание Бога, свой образ Бога, своё, если хотите, содержание существа Божьих, и именно вот этот образ Бога, запомните, пожалуйста, для нашего времени это очень важное положение. Поэтому для каждой религии исповедуют своего Бога, своего, потому что для каждой религии этот её образ того, кого мы называем Богом, и является Богом. Поэтому апостол Павел, помните, даже писал так – я не хочу, чтобы вы кланились, почитали бесов. Своим богам он называет этих богов как бесов. Представляете? Да, так оно и было. Кто больше напьётся, тот больше угодил Бахусу. Видите, какое подобие! Ну, замечательно просто! Какой образ Бога! Кому кланялись, кого почитали. Вот так. Если хотите, в этом можно выразить самое существо религии вообще. Но мне хочется всё-таки при этом сказать, что для нас-то ещё более важное, так сказать, ну, не то что вопрос, а важное положение, с которым мы должны быть хорошо знакомы, нас даже интересует не вообще сущность религии как таковой, вот того мировоззрения, которое обладает теми указанными свойствами. Нет. Нам очень важно сказать, в чём сущность христианства. вот это действительно вопрос наиболее близкий, близкий нам. И он имеет чрезвычайно большое значение, поскольку без понимания этой сущности множество христиан, точнее, извините, не христиан, а тех, которые называют себя христианами, ну, в частности, и мы тоже, в значительной степени, может быть. Так, многие, которые называют себя христианами, даже и не являются ими. В чём же эта сущность христианства, о которой мы можем и должны говорить, и должны твёрдо знать, очень твёрдо это знать, чтобы не ошибиться, поскольку потом мы ещё с вами будем говорить о тех искажениях в понимании христианства, которые имело место, имеют место и будут иметь место. Их, к сожалению, немало. Так вот, когда мы говорим о христианстве, то, опять-таки, и здесь мы можем рассмотреть две стороны. Две стороны. Первая – христианство как мировоззрение, как мировоззренческая система, в которой присутствует ряд основополагающих истин. И вторая сторона – посмотреть на христианство, так сказать, с внутренней его стороны. Что здесь является его сущностью? При каком условии действительно человек, человек становится сопричастным тому Богу, то есть Христу, которого он исповедует? Итак, если говорить о внешней стороне, то о мировоззренческой, так сказать, стороне христианства, то здесь вы сплошь и рядом видите и читаете и слышите, что эту сторону можно выразить в одном слове, ну, которое, конечно, как зёрнышко, как ядро выражает только его существо, которое надо объяснить, но действительно в одном слове. Как только мы сказали – сущность христианства, как вот этой мировоззренческой даже системы, то мы произносим одно всего слово – это сущность – Христос. Нет Христа – нет христианства. Нет исповедания Христа, как Сына Божьего, как воплотившегося Сына Божия, как спасители мира от греха. Нет христианства. Поэтому вы, наверное, уже обращали внимание и можете обратить, что основная критика, то есть главная критика, центр критики, центр, я бы сказал, борьбы с христианством всегда нацелен на то или убрать вообще Христа из христианства, доходило до таких абсурдов, о которых вы ещё будете слышать, даже до абсурдов, до полной борьбы с наукой, которая, кажется, в атеизме должна являться основополагающим фундаментом, так до отрицания даже историчности Христа. Это такая, вы знаете, такая ненависть! Нет даже Христа! Говорят, да вы посмотрите, сколько о нём сообщений! Миллион сообщений! Ослеплены чем? Ненавистью! Потому что это же абсурд уже, даже просто с научной точки зрения. Или, если это, конечно, понимают, что это глупо, что это не только глупо, но это позорит даже того человека, кто идёт на такое утверждение, то начинается искажение самого образа Христа. А, кстати, помните, я вам говорил фразу в отношении первого? «Если Иисус вновь придёт, убей его!» Это мы слышим сейчас, в XXI веке в Соединённых Штатах Америки. Такие лозунги. Так вот, вторая сторона понимания именно сущности христианства – это указать на его духовную сторону. Ну, в отношении... Я вам просто называю первая, значит, она вся заключается в едином слове, в едином понятии, в одном имени. Причём это имя должно не просто быть голым именем, а оно должно подразумевать соответствующее содержание. И здесь, в частности, православие настаивает решительно, что понимание Христа как такового должно носить исключительно евангельский характер. Никаких отступлений, никаких фантазий, никаких выдумок, какой бы характер они ни носили. Потому что, должен вам сказать, что мы всегда думаем, что попытка или даже без попытки, а подчас глупость, а иногда и попытки дискредитировать само это имя имеет две стороны. Одна сторона – это прямая борьба против Христа. Убей его! Вторая сторона – нет, кажется, напротив. Создают его такой елейный образ, такой сентиментальный, такой романтический, что, может, слюни сладкие текут. Когда профессору Московской Духовной Академии Дереволюционной Муретову предложили на отзыв книгу Ринана о Христе, Христос, Ринан французский, известный богослов, предложили «Жизнь Иисуса» называется. Он дал, пожалуй, самый краткий отзыв из тех, которые когда-либо были на академическом поприще. Поцелуй Иуды Многие просто были потрясены. Ринан, если бы вы посмотрели там эту жизнь Иисуса, она переведена на русский язык, это такие паникирики в адрес Иисуса Христа. Ну, что вы! Это совершеннейший человек! Это святейший человек! Ему равного в истории не было! Он преисполнен любви и жертвенности! Он пришёл для того, чтобы показать пример, как нужно относиться к людям, как мы должны спасать друг друга, и как он нас этой любовью спасает! Что такое с нашим профессором случилось? Поцелуй Иуды! Очень просто! Это вторая сторона, о которой я сказал. Сторона, которая подчас пленяет людей, и люди поддаются на эти ласковые слова. Эта сторона содержала в себе богохульство в отношении Христа. он изобразил Христа только как совершеннейшего человека, отрицая его божество. Это не бог-человек у Ринана. И он не единственный такой. Нет-нет! Это совершенный человек! Посмотрите, вот на кого мы должны ориентироваться! Вот насколько он добрый! На чего он хороший! Поцелуй Иуды! Сейчас, в наше время, уже что там, уже тогда это было, Ринана – это конец 19-го столетия. Сколько уже этих Ринанов уже и тогда было, теперь их несметное множество! Всё это выглядит, кажется, очень симпатично! Какое отношение ко Христу на самом деле убирается самое главное, что это Бога-человек! И только именно в силу Бога-человечества он мог стать и стал тем, кто оказался спасителем, спасителем человечества. Только! Потому что, если мы обратимся к истории и посмотрим на самых праведных людей, какие только были в истории, насколько нам это известно, то все мы должны сказать, повторить слова Божественного Писания. И само небо нечисто перед Богом. Нет человека, который бы не согрешил. Ни в ком нет совершенной святости. О Христе же мы говорим то, что Он сказал о себе. Идёт князь мира сего и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе? И так далее. Действительно, это возможно для человека только при самом ближайшем единении его с Богом. Таком единении, которого ни у кого из людей не было. хотя многие достигали совершенства, многие святые, но и у них это единение носило какой характер? Характер благодатный, то есть благодатного воздействия на этих людей, которые все силы души своей положили на то, чтобы соединиться с Богом. во Христе же не просто это неблагодатное было единение, а во Христе Бог Сам соединился с человеческой природой, соединился, не смешался и, обращая на это ваше внимание, впрочем, вы это по догматике проходили, конечно, не смешался с человеческой природой, не образовалось что-то среднее, человека-божество. Там Бог, человек, всё перемешано. Нет-нет! Неприкосновенными остались эти две природы. Без каких-либо изменений ни в человеческой природе не произошло никаких изменений, ни в божественной. И вот произошло это уникальное единение божества слова, то есть божества Сына Божия с человеческой природой. Вот уникальность этого явления. Так вот, я обращаю ваше внимание, поскольку это имеет уже просто практическое значение, что, оказывается, искажение образа Христа может быть даже в эту сторону, в сторону, кажется, прославления, панигеричности. Понятно. Но уже говорить о таких искажениях Христа, которые идут с другой стороны, я бы сказал так, с левой стороны идут, здесь уже, ну, здесь уже, по-моему, вы и все понимаете. Кем только его не делают? Революционерам, борьбой за справедливость, того человека, который даже доховаривается до того, что, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не думайте, что Он говорит о небе, Он говорит о земле, об устроении здесь, на земле, полноценного, полноценного человеческого блага. Расшифруйте, пожалуйста, что это такое. Так и хочется спросить, что это такое полноценное человеческое благо? Расшифруйте. В материализме там ясно, что такое полноценное благо. Сказать вам? Ну, по секрету. Чтоб только никому не рассказывать. Это рай Аскориды. Говорят, она живёт в желудке, в кишечке человека и копается в изобилии, в изобилии того, что там напихивает. Это рай земной. Но он вам скажет, это оскорбление, а культура? Да-да, культура, конечно. Стоит посмотреть на культуру, что мы там найдём. Какие картины? Какие картинки? Литература. Да-да-да-да-да, верно. Верно. Найдём там что угодно. Недаром. В Ватикане. В Ватикане. Самая большая в мире библиотека эротической литературы. В Ватикане. 24,5 тысячи томов. Эротическая литература. И представьте, кто занимает первое место? Ватикан. А посмотрите на это с XIII века. С XIII века икона исчезает в католической церкви на Западе. Вы скажете, а как же, икон полно? Да-да-да, посмотрите. Какие это иконы? Портреты. Портреты. Княгинь, принцесс, аристократов, герцогов и так далее. И подписано. Как незадачивый художник. Помните? Писал-писал льва, а получилось собака. Он подписал. Сей лев, а не собака. Так и там пишут. Да. Это Богоматерь. А не... и так далее. Искажение образа Христа просто достигает сейчас чудовищных, просто чудовищных размахов. Уж я не говорю об оскорблениях. Не говорю о том, что недавно в Америке вышла книга, где Христос представлен в образе женщины. Причём издательство это с восхищением говорит, да, для нашего времени это так актуально! Это так актуально, поскольку женщина, она же равна мужчине! И здесь этим изданием мы как раз подчёркиваем единство и равенство обоих полов. Представляете, до каких-то уродств просто доходит! Но я вам скажу, это, так сказать, внешняя сторона. А если мы коснёмся внутренней стороны, то есть понимания Христа, то здесь мы найдём ещё более тяжёлые и страшные искажения. Кем только его не делают, Христа! Какую миссию его как рассматривают! Какие приписывают ему человеческие страсти! Плоть до богохульных фильмов создаёт! Вы представляете? Спрашивают, откуда идёт? Зачем? Зачем? Кто это делает? Вот вы знаете, действительно, мы глупенькие очень. Смотрим – и не видим. А надо бы задуматься, с чего бы это вдруг идёт такое богохульство, хула, оскорбление против Христа! С чего бы это? Что он худого сделал? Мы никак не можем понять и не понимаем, не признаём то, о чём говорит Евангелие, о чём возвещают откровения, что будет конец человеческого бытия, и он произойдёт не по какой-либо причине, а только по одной – что в человеке уже не останется никакой святыни. В человеке, в людях ничего не останется. Образ звериный, если уж сказать так достаточно высоко, на самом деле образ бесовский. И вот теперь, посмотрите, сейчас сатанизм прямо выступает на поверхность. Уже сатанинские культы, официально признаваемые законной властью, создаются. Им даётся свобода. А все эти извращения, которые мы видим в области культуры, которые охватывают собой искусство во всех видах – и в живописи, и в музыке, да, в чём угодно, и в поэзии, в литературе, здесь уже действительно только глаза закрывать. Ещё раз, друзья мои, ещё раз напоминаю вам, что не может просто человек неиспорченный совсем, он не может создавать таких фильмов, такие рекламы, такие извращения, которые всюду наполняет тот же интернет. Не может просто человек, но неиспорченный уже совсем. Здесь же мы видим, что нарочитое внедрение буквально в сознание людей самых отвратительных вещей. Кстати, если вы прочитали хотя бы одну из частей доктрины Аллена Даллеса, то вы нисколько не удивились. Он прямо открыто там пишет об этом, что нужно насаждать. И в частности, вот это развращение во всех формах. Это наше американское оружие, с помощью которого мы, разложив все народы, можем победить их. Кто мы, интересно? Что вы думаете, американцы – обычные люди, что такие гадкие, что ли? Кто это мы? Совершенно очевидно. Поэтому проповедь таких гадостей могут делать только сатанисты. Сатанисты культовые, ещё раз вам повторяю, которые служат эти сатанинские мессы, дают клятвы, клятвы служения сатане, что называется, продают свою душу сатане и так далее. И на многих из этих политиков, на которых посмотрит сегодня человек, он скажет – да, верно, иначе не объяснить их поведение. Сплошная ложь, лицемерие, лукавство, насилие и так далее. По крайней мере, та власть, которая сейчас в Соединённых Штатах, она характеризуется именно этими чертами. Куда только не прикоснётся рука Америки, там начинается кровь, страдания, насилие, разорение, смерть. По плодам их узнаете их. Так вот, образ Христа, видите, искажается и слева, когда елеин и его образ представляются, и справа, когда идёт искажение не только облика самого Христа, но идёт его учение. Вы слышите? Учение его искажается. Христианство уже сейчас превращено, я не знаю, почти всюду, в лучшем случае, в такую добренькую социальную доктрину, добренькую. Мне очень нравится это слово Игнатия Бринчанинова, когда он с иронией говорит об этих добреньких, которые думают этими добренькими делами, да, угодить, угодить Богу. Не добрыми, а добренькими. Вот этот образ Христа, вот он носит именно вот такой характер. Извратили совсем христианское учение, превратили это в социальную доктрину, в лучшем случае. Всё исключительно покоится только на этой поверхности добрых дел. И забыли о самом главном. О самом главном забыли. О чём забыли? Забыли о том, что я могу делать действительно много всяких внешних добрых дел и превратиться и превратиться в настоящего сатану. Почему? А я вижу, какие я делаю добрые дела. Слышите? Я же вижу. Я же вижу, что я добрый. Боль-то я вижу не такой, как другие. Насколько я лучше? Я вижу, насколько я хорош. Как только я это увидел, запомните, друзья мои, это критерий. Всё. Во мне, значит, христианство ничего не осталось. Величайшие святые, когда достигали действительно потрясающего очищения души, причём эта святость даже часто выражалось даже во внешней жизни, во внешней деятельности, в потрясающих чудесах и знамениях, которые они невольно совершали. Невольно. Они, как сознавали себя, кем они себя видели, ни коли же, ни когда же сотворив благое пред тобою. Где будет вернут сатана, туда будет вернут я. И так далее. Запомните, пожалуйста, что характеризует сущность, если хотите, христианство с внутренней стороны, то есть с той стороны, которая говорит о возможности человеческого духа соединиться с Духом Божьим. Здесь критерий один. Его великолепно выразил преподобный Пётр Дамаскин. Он ещё говорил, я своими словами вам передам, Он говорил, что первым признаком, то даже Его – это слова, начинающегося здравия, то есть исцеления души, первым признаком, видение что? своего очищения, исправления, совершенства, святости. Первым признаком, говорит Он, начинающегося здравия души, является видение грехов своих. Точно наоборот тому, чем живёт мирское сознание. Мирское сознание – я вижу себя всё лучше и лучше. Иногда одного профессора на публичных лекциях спрашивает, скажите, поделитесь своим духовным опытом. Он говорит, ой, с восторгом! Пока я был далёк от христианства, я был просто, ой, даже говорить не хочется. Но как я принял крещение, как я остался в церкви, так теперь я только жду, не дождусь, когда же меня живьём канонизируют. Настолько я хорош стал! Кто это, я говорить не буду. Вот так. Вы слышите? Вот это два критерии совершенно различных, две совершенно... две идеи совершенно различные. Ложные, насквозь ложные понимания христианства растит в человеке его я. Напротив, правильная христианская жизнь показывает человеку, в каком действительно он грязном состоянии находится. Показывает ему. И тем самым, когда я вижу грязь, я невольно берусь за то, чтобы убрать её. Правда же? А пока я не вижу. А зачем мне? Это же надо понимать! Правильная христианская жизнь, то есть, которая действительно соединяет человека с Богом, оказывается, открывает ему что? Удивительные вещи! Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. И даже он знает, что прибавляет дальше. Постепенно, конечно, не сразу. Видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Так они, святые, говорят, что сначала человек видит только грубые грехи. Ну, как не увидеть? Какие-нибудь плотские страсти, например, а то ещё и вор, ну, уж не говорю, убийство и так далее. Ну, как тут не увидеть? Это же надо быть совсем сумасшедшим, чтобы не видеть этого. Сначала, если человек примет решение жить по Евангелию, сначала он именно видит сначала эту грубятину, потом, борясь с этими грубыми вещами, слышите, борясь с ними, каясь, прибегая к таинствам в церкви, ну, покаянию, причтению, эти два основных таинства, прибегая к этому, он обязательно начинает ощущать помощь Божию. И в чём она заключается? Во-первых, в том, что ему легче Бог начинает бороться с грубыми, и ему начинают открываться более мелкие грехи. Я и внимания-то не обращал на тщеславие. Какое там у меня тщеславие? А тут начинаю замечать хвостун несчастный. Зависть и не придавал никакого значения. А теперь вот это да! Вот это да! Болтология, празднословие, да разве это грех? Это просто неудобно даже, чтобы не поговорить, хорошо не посмеяться, а тут человек вдруг начинает ощущать пустоту, то есть бессмысленность, то есть греховность. Ведь грех – это что такое? Грех – это всё то, что опустошает душу, что ранит душу. Вот что такое грех. Вот это пустота, самопразность, как таковая. И многое-многое другое человек начинает открываться более мелкие, слышите, более мелкие грехи, движение души. Начинает открываться, причём не просто открываться, а у человека, если хотите, внутреннее раскаяние, внутреннее, если хотите, смирение даже, Господи, прости, что во мне только творится. Слышите, как идёт процесс-то? Отойдите грубо, опускаются более мелкие. Дальше, дальше, он начинает уже видеть не просто грехи, а знаете, помните Бородино, смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились протяжные. так и здесь уже не отдельные грехи и мелочи, он начинает видеть свою греховность. Греховность, а не просто даже грехи. Вот это вот видение, оно даёт возможность человеку более искреннего покаяния, привлечения, если хотите, благодати Божией, таким образом, очищения души происходящей, подчёркиваю, происходящей на фоне, на основе углубляющегося смирения. Я уже вижу не грехи, а я весь не знаю, кем я являюсь. Какое чувство смирения появляется в человеке? И вот оказывается, сила или, я бы сказал, величина, ну, какие-то слова-то всё грубые, неподходящие, ну, в общем, по мере смирения устанавливается и соответствующая связь с Богом, религия. Вот о чём говорит христианство. Вот она открывается, сущность-то где? Мерою смирения человек приближается к Богу. Мерою смирения устанавливается связь его души с Духом Божьим. Вот чем! Почему приходится это подчёркивать? потому что сплошь и рядом это какая-то беда. Дела, 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 дела. Я богатый человек, я могу отстёгивать не знаю сколько, да разве дела сами по себе? Не дела сами по себе, а мера смирения проистекающая. Все мои добродетели только тогда имеют смысл и значение, когда я прихожу к большему всё более смирению. А если я это не прихожу, тогда грош цена всем моим делам. А если ещё напротив тщеславия возникает и гордыня, то вообще наступает смерть духовная. Вот так, друзья мои, значит, сущность христианства. Я думаю, что мы ещё будем много раз во время наших встреч говорить об этих вещах, потому что эти вещи, вот это вот, что о чём мы сегодня говорим, это самое главное. Всё прочее – это вторичные, третичные, многие знания чисто формальный характер носят, ничего не дающие душе. Вообще, я вам скажу, что в богословии, в школьном нашем богословии 99% это точно ничего душе не даёт. Не дай Бог, если хотя бы один был процент, который бы давал душе. Так вот, душе вот это в высшей степени важно. И если мы не видим своих грехов, кроме грубятина, то надо, по крайней мере, хотя, понимать, кто я есть в таком случае. Хотя, понимать это, если говорить, Господи, прости меня, ну, хоть обращаться к Богу, просить прощения, молиться, хотя бы таким образом, хотя бы эту капельку смирения иметь, приобретать. Вот в чём духовная сторона сущности, повторяю ещё раз вам, сущности христианства, то есть религия, религия только тогда начинается, когда устанавливается связь души человеческой с Духом Божьим. Эта связь, оказывается, может установиться, говорит христианство, как особая религия, слышите? В других религиях нет этого. Христианство, говорит, эта связь устанавливается только по мере приобретения человеком вот этого истинного смирения. Вы скажете, а какая же здесь гармония тогда с Богом? Нет Бога говорить о любви, о жертвенности? Отвечаю. Первое. Своим крестом что Христос показал? Абсолютно неразрывные, неразрывные, нерасторжимые, я бы сказал, буквально тождества смирения и любви. Смирение, да, ещё бы! В которой говорит Петру вонзи нож твои в ножницы свои. Или думаете, что я не могу умолить отца, чтобы он прислал сейчас мне более чем двенадцать легионов ангелов? Добровольно! Это какое смирение! Ради чего пришёл? Почему совершил? Любви. Вот где неразрывность. Вот неразрывность-то где! Без смирения нет любви. Закон один из духовных законов. Запомните, пожалуйста, там, где нет в человеке смирения, его любовь фальшивая. Это не любовь, а переодетый эгоизм. Я люблю того, кого мне нравится, кто мне говорит приятные вещи. Например, хотите, поделюсь о вам? Я вот знаю, кто умный человек, тот, кто меня хвалит, прославляет. Это хороший умный человек. Кто ругает? Ну, дураки, ничего не понимают просто. И всё. Очень хороший критерий. Так Христос сказал, что проку, когда вы любите любящих вас, любите врагов ваших. Истинная любовь возможна только по мере смирения. Объясняю вам, почему очень просто. если я вор, мне неудобно осуждать вора. Пьяница, мне неудобно осуждать пьяницу. Да они не собираются вместе, вы же сами видите, довольные, прям красота. На них посмотришь, весь смысл жизни у них. Бутылочка, сидят, небольшая группа в обнимку, радостные, смеются. Видите, какое осуждение! Вы что? Мы едино! Так вот, оказывается, человек, который начинает видеть свои грехи, он всё меньше осуждает других. Всё с большим великодушием и прощением относится к другим людям. Каким? Согрешающим. Кстати, скажу вам, из древней истории церкви был такой подвижник александрийский Макарий, который назван великим и о котором говорили, что это земной бог. И знаете, за что? За необычайную любовь к согрешающим. Этот вор, этот убийца, этот негодяй за необычайную любовь к согрешающим. Вот она, где может проявиться. Где нет смирения, нет любви. Поэтому в человеке, в котором возникает смирение, возникает и любовь истинная. И в силу этого происходит соединение Духа человеческого с Духом Божьим. начинается религия. А пока этого нет. Я не знаю, есть у меня религия или нет. Нет, я признаю и Бога, и что угодно вам, и Новый Завет, и символ веры наизусть. Ну, что ещё? Не знаю, надо. И крестик ношу тоже. Да-да-да. Крестик ношу. И крещусь, и в церковь хожу. Правда, молитвия? Ну, молитвия. Я слушаю, как читают молитвы. С двадцатой на сотой, правда. С пятой на десятой это слишком громко. И в церкви тоже. Слышите? В чём проявляется это соединение человека, человеческого Духа с Духом Божьим, то есть религия? Конечно, прежде всего это выражается в молитве. Там, где нет этой молитвы, там, конечно, ясно, что у человека ничего нет. Его душа пустая. Пустая. Никакой религии здесь нет. И то, что он себя считает религиозным, это, я не знаю, насколько 99,9 период и сам обман. Я православный, понятно? И попробуйте мне возразить, я тебе тогда покажу в Дираке зимой. Вот так, друзья мои, мне очень хотелось сейчас, когда мы говорим с вами о сущности религии, именно поговорить по этому вопросу, о сущности христианской религии. Должен только одно сделать замечание. Я сказал христианской религии. К сожалению, сейчас уже этот термин очень относительный. Нужно бы уже говорить не о христианской, а о православной религии. Потому что то, что мы видим в западных исповеданиях, то здесь христианцам очень трудно уже назвать. Очень трудно. Всё искажено. Всюду фальшь, подмена. Причём сами истины подчас извращены настолько, что все они служат ничему-либо, как страстям человеческим. Всё. Я вам говорил уже икона. Икона исчезла. Фактически. Как говорят искусствам виды, примерно с 13 века на западе икона всё же превращается в портрет. А какой портрет вы посмотрите? Какие портреты, какие сюжеты? Всё наполнено чем? Языческим духом. Язычество, эротика. Вот так, друзья мои. Это то, что мне сегодня хотелось сказать вам по такому важному вопросу, очень важному, я считаю, просто основополагающему, и который может являться, может быть, наиболее ценным из всего того, о чём мы с вами будем дальше говорить. Хотя будет и целый ряд очень серьёзных положений, в частности, вероучительных положений, которые требуют апологетического осмысления их, ну, также и нравственных. Вот я считаю, что поскольку этот вопрос очень важный, то если у вас есть какие-то вопросы сейчас, то можно будет сразу обсудить. что вы можете сказать светскому моралисту, атеисту, который гордится тем, что живёт по морали совершенно бескорыстно, потому что он просто пришёл к выводу, что так жить лучше. Религиозных людей он высмеивает. так, который гордится, что живёт по морали совершенно бескорыстно. Вы знаете, что? Когда я совершаю сделки, я тебе, ты мне, я думаю о выгоде. А когда бескорыстно я делаю, я понимаю, кто такое я. Никакой выгоды. Я просто делаю потому, что я считаю это правильно. Если нет веры в Бога, если нет веры в вечную жизнь, если нет понимания христианства, то невозможно человеку делать вот такое, как он, бескорыстное добро без того, чтобы в нём не возникало чувство. Чувство понимаете, какого? Я. Гордости. И эта гордость, она отравляет самое главное в душе человеческой. мне приходилось встречаться с людьми не каким-нибудь, а действительно очень порядочные люди, кстати, доктора и профессора, и очень порядочные, симпатичные. И мы много говорили о христианстве, о необходимости приобщения церкви. ответ был один. Я живу по совести. Ну, профессор, кому он там особенно, не знаю, кому насолить, может, собрать им только, или студентам, уж не знаю, не знаю, кому. Я живу бескорыстно, я никому не приношу никакого вреда, я не понимаю, о каких грехах вы вообще говорите даже. Я не хвастаюсь своими достижениями. Понимаете, вот это самоудовлетворение, удовлетворение тем состоянием, в котором я нахожусь, оно свидетельствует о том, что человек не видит в себе страстей. а учтите, все страсти живут в каждом из людей. Очень печально, что такие люди не видят этого, не видят раздражения, которое у них возникает при согласии с ними, не видят тщеславия, не видят этого, не видят зависти, не видят гордости. Ведь все страсти живут. Только ткни пальцем поглубже, и она тут же выскакивает в эту дыру. Вот в чём дело. Эти люди просто-просто не видят. А вот сказать бы им, поговорить бы, вы что, не осуждаете? Никогда, да, никого осуждаю, осуждаю. Но он скотином выступает так, как не сказать о нём? Никогда не злитесь. Не хочу перечислять. Просто это люди живут самой поверхностью. Они не заглядывают в свою душу и не имеют возможности, потому что вот это самоудовлетворение, как бетонная стена стоит между сознанием человека и содержанием его души. отцы говорят, это самое страшное, вот это слепота, слепота духовная, невидение своих страстей. Это беда. А если бы человек увидел свои страсти и особенно увидел, да, какое зло они приносят ему, то бы он многое понял. Но одной из причин этого непонимания являются первые, не веря в вечную жизнь, не веря в то, что личность человеческая неуничтожима и что, следовательно, придётся, мы говорим перед Богом, да где Бог? Где Бог? С христианской точки зрения, где Он? Царство Божие внутрь вас есть, во мне Он? Это моя беда, что я не чувствую, и мне придётся отвечать душе, личности, мне, перед кем? Перед Ним! Если хотите, правильное народное выражение, что совесть – это голос Божий. Да, это верно. Вот придётся отвечать перед чем? Скажу так, перед своей совестью, знак равенства, перед Богом. знак равенства, а не так, совесть – одно, Бог – это другое, и так далее. Бог внутрь нас есть, а не на какой-то планете живёт, неизвестно где. Поэтому этот человек, конечно, который, кажется, бескорыстно совершает добро, – да, он, он, даже я хотел сказать, на опасном пути, нет, не только на опасном пути, он, он без понимания христианских начал жизни, он может глубоко повреждать себя, чем? Растущей гордостью. Я бескорыстно это делаю, понятно? А не так, как другие. ты мне, я тебе, я тебе, ты мне. Вот так я бы ответил вот таким людям. Поэтому этот, если человек разумный, он должен прежде всего решить для себя вопрос, обоснованно решить вопрос о Боге. Первый вопрос, самый главный вопрос – действительно есть Бог, о котором говорит христианство, или нет? Обязательно должен познакомиться с Евангелием. Весь мир европейский жил христианством почти две тысячи лет. Русь вся жила этим, и вдруг не познакомиться серьёзно, я говорю серьёзно, не познакомиться, это уже признак, признак чего? Отсутствие ума только. как объяснить человеку, зачем необходимо христианину освещать предметы быта? Вы знаете, у апостола Павла есть такое утверждение, не слова, не фраза, а утверждение. Говорит, Бог будет всяческое во всём. «Всё, что существует, призвано освятиться Богом». Слушайте, всё, ибо так и должно быть, ибо всё из Него им и к Нему. Помните такие слова апостольские? Всё от Него им и к Нему. То есть, всё призвано освятиться. Христианство и христиане – это есть только начало освящения всего. Всего. То есть, человека, мира и всего, что с человеком. Поэтому всё призвано освятиться, то есть, приобщиться Богу, приобщиться, как, если использовать уж такой высокий богословский штиль, приобщиться благодати, благодати Божией, приобщиться Его энергиям. всё призвано. Но освящается это, надо это объяснять людям, вот тут уже будет ваша задача. Всё это освящается, и жилище, и машина, и что ещё там, я не знаю, какие вещи, да, и поле, инструменты, всё это освящается в той мере, в той только степени, в какой сам человек, приглашающий для освящения священника, освящается чем? Молитвой, верой, своей жизнью. В противном случае может освящать хоть тысячу раз что-нибудь, и ничего не будет. самый прекрасный пример великое освящение воды. При каком условии происходит освящение? Помните, первый день мы освящаем жилище, всюду идём. При каком условии? По мере веры человека. Какой веры? Какой веры только учтите! Православная вера есть нечто иное, как жизнь по заповедям Евангелия. Вот что православная вера. Неправославная вера. О неправославной вере хорошо сказал апостол. И бесы веруют, и не освящаются. Удивительно! Веруют, и не освящаются. Слышите? Православная вера – это жизнь по заповедям, то есть, ну, понуждение себя по заповедям, покаяние. Вот что такое. Так и здесь освящение всех этих предметов происходит лишь в силу, в силу вот такой православной веры человека. В противном случае всё останется неосвящённым. Сколько хотите, святой водой брызгайте. Ничего не поможет. Приглашают барабашки, начинают. Ой, приглашали батюшку, он освящал, ничего не помогает. А вы Богу-то верите? Ну, да, я признаю, что что-то есть. Да. Ну, потому ничего не происходит. Что никакой веры, то есть, веры какой? Ещё раз вам говорю. Веры, то есть, искреннего желания жить по заповедям Евангелия. Вот о какой вере идёт речь. Вот так. Вот почему, почему мы освящаем всё? Потому что всё призвано быть освящением. Христианство есть только начало освящения мира. И поэтому мы сами освящаемся через таинство, освящаем предметы своего быта. Всё. Так оно должно быть. Мы хотим, чтобы всё было с Богом. Вот по этой причине. Ну, хорошо. Вот. А теперь я бы думал немножечко просто сейчас так поговорить. У нас ещё целых пять минут. Рассказать вам о некоторых отрицательных точках зрения на происхождение христианства. Потом поговорим не о положительной, конечно. Это вопрос большой, но отрицательные точки зрения. Я могу их так выразить очень лаконично. Вы, может быть, потом прочтёте где-нибудь. Первый из них, о котором я сегодня сказал вам, отрицают даже вообще само существование Христа. Это так называемая мифологическая школа. Его родоначальник, её родоначальниками явились французские просветители второй половины XVIII века. Запомнить их имена очень легко. Дюпюи, ну как, звучит? Звучит? Дюпюи, но просто великолепно. И вольней, ну, вольней уж насчёт вольности тут уж, я думаю, никто против не будет. Эти два, два, так сказать, друга. Один из них попытался заявить, что Христос это перелицованный Будда, другой, что Христос это просто солнечный миф и больше ничего. А христиане солнцепоклонники. Конечно, когда это услышали люди, имеющие какое-то образование, то они были потрясены таким открытием. Ещё бы! Оказывается, 1700 лет люди, христиане даже и не знали, что они солнцепоклонники. А основания были, потому что Христос где-то называется солнцем правды. Наверное, может быть, помните. Даже где-то на Рождестве что-то такое подобное есть слова. А где-то? Вот эта точка зрения вы скажете, какие основания? Основания очень простые. Их великолепны ещё задолго до их жизни. За две тысячи лет до них выразили римляне в одной краткой фразе «Сик боле, сик иго». Что хочу, то утверждаю. Всё. Всё. Конечно, все богословы и все, которые хотя бы чуть-чуть были с наукой связаны, были возмущены до белого коленя. Говорят, что вы, не знаете, что ли, ничего не читали? Вы почитайте хотя бы. Сколько там свидетельств одни? Они непробиваемы были. Непробиваемость это, кстати, было очень понятно, очень легко даже понятно, потому что это была не наука, а это было злостное желание во что бы то ни стало уничтожить христианство. Например, Вольтер договорился, знаете, до чего? О католической церкви, в лоне которой он жил, даже произнёс такую страшную фразу «эк-разэ», то есть «раздавите», он сказал гадину. Так он сказал католической церкви. Ну, православие он и не знал, и, слава Богу, да, вот так. Злоба страшная прежде всего на Христа. Что он сделал этим бедным дюпюи и вольнею? Сказать трудно, но сомнений, конечно, нет. Уже в это время масонство жило вовсю, а в недрах масонства, как известно, совершают сатанинские мессы. Но это, правда, для избранных только. Да, и нет сомнений, что эти два голубчика вылетели из тех истоков. никаких оснований нет у них. Причём, анализ их работ, где объявляют, что Христос прелетационный Будда, это вообще, вы знаете, смехотворно. Даже ребёнок скажет это, ну, простительно, взрослые, мужи говорили о таких вещах. Но это французы. Буквально тут же это прилетело в Германию. Что там началось? А когда произошла революция 1917 года, который, кстати, почерк революции 1917 года один к одному, один и тот же. Знаете, по почерку, как узнают люди? один и тот же почерк, какой был французской, великой французской революции. Одно и то же. Редактор субтитров